В исключении человека, сколько же принять решения? Всегда есть способ протестировать нам, протестировать ее, протестировать цель, достигать пальцы, не важно, что вы думаете, что вы играете. И это, потому что она самая эффективная, дает нам больше прибыли. Этот процесс должен быть произведен в путь каждой компании. Нужно идти в ВЕСЦАНГО, нужно идти в КАМИДЕЙ. Если вы нашли много классную штуку, например, определенный документ оборот, вы уволили половину его офиса, и у вас все документы все автоматически, на этом мире отстраиваются. Потому что следующий этап, она как эта система приправится, что в ней не оптимальна, где в ней задержанная. И только когда у вас все протекивается, вы можете найти, где, собственно, собака подойдет. Третье правило. Я, кстати, вам сказал, что если что-то может сделать в те человек, это должен сделать в те человек. И это не я так вам говорил, это не я плохой. Это просто неизбежность. И это случение с вами и без вас вообще не важно. То есть если... Для того, как это хороший пример, недавно упустил это, с директором вообще не стесняется. Уволили более 50 тысяч человек в последний год, по-моему. И оправданно уволили, потому что люди не нужны более в таком количестве, но мы прикладываем бумажки с основной точки на другое, если получать зарплату. Естественно, здесь интересная компания, работодатель, но естественно просто их уволили, людям предложили переобучиться, там хороший участок команды, и поэтому мы так же упоминаем. Но тем не менее, это важно. Если делает робот, он может делать, он будет делать, он сам будет делать. И повторюсь еще раз. Полное исключение за степочки принять решение человека. Человек субъективен. Мы с вами всегда транслируем свои чувства, эмоции, знания, опыт. Я и думаю, что мы самые умные. Это не так. Это абсолютно не так. И сейчас я вам покажу, например, почему. В том числе. Как эти 6 пункты выполняются? Ну, первое, я вам объясню, что данные собираются в целом не проблема. Сейчас просто каждый человек — это данные. Мы видим обратно, что данные, это уже не огромный секрет. Геометрических, геометрических. Если записывать на человека напечатки, которые он делает, это тоже важно. Сахар можно есть в крови, термоны, термоны. Очень много. Вы даже не представляете, сколько информации собирается. В принципе, я сейчас думаю, я пришел на эту тему. Я нашел 15 типов данных. Только типов данных. А количество нариналов является тысячами. И здорово в том, что раньше было проблемно это собирать. Сейчас сразу вы отключили вайс, если еще ставят микрофоны, машины, микрофоны, кто-то заставит что-то. Это полный эффект. В смысле, что мы люди, которые сейчас не понимаем, сколько информации мы отдаем, потому что делается все, чтобы нам этого не объяснять. А культура вообще не изменилась. Я прошел в какую-то задавную программу. Ну, как понимаете? Наши проекты так инцидент снимали, когда друг друга встречались, если человек уважен. Я сейчас заметил, что если человек встает на уши, есть правая рука, когда с тобой встречается, он тебя очень уважает. Потому что есть такие, у него всего лишь один из других. Ну, как бы он даже не достает. И это... Оно несущественно с датчиками, потому что он нам все это знает. И этих данных достаточно для того, чтобы собрать русский термин, я называю термином цифровая ДНК. Те из вас кто-то меня купили не первый раз, или знают, что такое цифровая ДНК супер, а если нет, то увидите, посмотрите в Ютюбе. Я там много про это рассказываю, и в этих деталях не буду останавливаться на эксперименте с геочитом, который эту историю упородил. Но, в принципе, самое главное, что вам нужно знать, что... Почему называется цифровая ДНК? Потому что параллель с... Извините, цифровая название. Потому что есть параллель с геологическими. Что такое геологическое ДНК? Это сухом остатке чертеж к человеческому телу. Он неизменный. Он заложен, и вы ничего с этим не можете сделать. У вас там есть специфическая инструкция, что вы будете... У вас метро 70 щи, у вас будет дремя и громад, и это полу, то есть, ожирение второго типа в сорт. Ничего, ничего вы не сделаете. Ну, только это... Конрекция возраст жизни. У нас что-то расположено. Цифровая ДНК? Это немножко другая история, потому что она содержит не чертеж к человеческому телу, она содержит чертеж к вашей психологии. То есть, достаточно хорошо в динамике, и не так, что вы делаете. Вы же читали Джорджа Лобова в 1934-1934. Опять-таки, кто не читал, стройте не читать, потому что там все описано, все рассказано, все показано. Если у вас есть данные просто, вы контролируете будущее. Вот что и происходит сейчас с данными. Собственно, так приятно вам будет, но тем, кто будет интересно задаться, вести на ней много информации. Я вам решил немножко практически показать. Я никогда не сталкивался с данными, никто не понимает, что искусственный интеллект не просто далеко, это все просто, вижу жизнь и знаем, где он. Как это практически применяется? Например, как ведутся конкретные люди в среду 6 вечера, и вот то, что у вас на процессе класса, это посредством активности. Посредством активности, посредством активности. Но грубо говоря, в течение дня есть еще несколько, конечно, активность. Я могу спать, саму ехать куда-то, надо быть на работе, надо быть дома. И такие отделения, я делал немного, но в принципе, их может быть 100-200-300. И вы можете видеть, и понимать, что если вы бизнес, но вы любите там время, и видеть, и понимаете, что лучше, что отдых означает отдых, означает, что вот конкретно в этом время этот вопрос максимально большой. Именно сейчас все эти деньги конкретно наняты тип активности. То есть, работать с другими активностями, например, в это время бесполезно, они не купят. Это бесполезно, это время. Если вы думаете, что это, ну, можно сказать, это нет. Это прям реально система организации данных, если кто-то из вас там бизнес, все это представляет, приходите, поможем, мы с этим вещами тоже занимаемся. То есть, все очень динамично, непредсказуемо. То есть, что вы построите, когда вы представляете количество данных, не то, что на идее, там, сейчас я вам покажу позже, есть компании, которые предсказывают очень позже, например, данных, причем данные приняты очень чаще. Это дело государства знают, что сотовые операторы знают, телефонные операторы, не только сотовые, социальные сети. Итак, вот здесь показана за моих тиммей визуализация активности в интернете включения суток. Ну, удивительно здесь не то, что она визуализирована, не то, что данные есть, а то, что она собрана компьютерным вирусом. То есть, это бот, который заразил огромное количество активностей. И просто он делает то, что продуктеры пока у нас стоит, или пока в газовом работе ведет все, что угодно, но вот это мы знаем. Он может какие-то валюты добывать, может другие там будут зарабатывать, пусть готовятся к чему-то, просто молчать. Но что-то в масштабе он может прикрывать данные. И вы думаете, какой масштаб есть подбору данных и анализа, если это делать, как и с капиталом. Всего лишь одна. А сколько их вообще это есть? То есть, думать о том, что у компании какой-то, или группы, или щит, это может не быть данных. Это большая группа. И огромные недооценки, например, возможности по киберразведке, на всю тему на несколько часов обсуждения. Сколько можно узнать по компании, ее сотрудникам, без ее ведомов, и предсказать ее по сути продажи, или облах продаж. Задолго до задолго, как это случится. И эта фантастика не делается достаточно времени. Есть компания, которые используют очень практическим путем, извините, что 60-й зал за основу, потому что была готова реализация в России есть, и она очень ситуативна. Это конкретно часто, на которой четко понятно, где сколько у людей есть, зарплаты. Соответственно, если вы хотите что-то сделать для честной бизнес, вы можете понимать, что вам нужны на всю страну, вам интересует один город, один, в котором есть максимальная количество противоиспространственной аудитории для вашего продукта. И, соответственно, моя рекомендация исключить еще и самые дорогие города. Как только на Тагаре штатах исключили Нью-Йорк и Сан-Франциско, самые дорогие города, ваша рекомендация будет процедом на 200 более эффективной, потому что у вас моментально косты упадут. И это очень важно, потому что вот так можно что-то угодно делать. Например, можно показать, где же будут любители собак. И если вы смотрите собачий корм, вам вообще не нужны все, вам нужны тот людей, кто может купить новые собаки. И это потрясающе, что я в достаточном количестве выбираю зарядки, я истинно надеюсь, что вам это будет полезно, то, что вы сейчас видите, вы не знаете, готово. Например, есть вверх рекомендую, что не покупают, мне просто реально приходит признать факт, что у людей есть просто 60% на этих данных можно делать совершенно косметические предсказания. Что вы купите, не купите, вы женатый мужчина, не меняетесь, где или нет, есть у вас собака, или будет, или никогда не будет, но вы рыбак. И самое главное, что это можно привязывать к таким понятиям, как time stamp и location stamp. То есть когда естественно, когда что-то происходит и где. и вот эта карта конкретно, она очень интересна тем, что светом показано, опять же, платежеспособное население в конкретный, открытый период. Вам знаком магазин «белые красные»? «Красные белые»? «Бухловка» «Просите на мой французский». Почему они так успешны? Не потому, что они единые, но они единые, потому что они подают и везде. Они находят перекресты, где есть максимальное количество звухающих людей, и у которых что-то самое интересное, есть деньги на это, и время, и поэтому не есть спрос. А магазины voud��я потому что они стоят точечно, а не везде. И это в принципе можно использовать в масляной музее, совершенно в масляной музее. В Patricia в любом остатке – хочу рассказать, что цветовой долейка не только уmmoжек есть уization, у Lord 까f, у помощи, уellstвета, чего какие-то Sig filled на протяжке — однажды ships, все понятно, какие-то сделали, для тех из вас, для ранее тогоdon board это работает сIEм, Если вы далеки от техники. Работать примерно так, может, так вот, если вы понимаете, что вот здесь дождь, здесь дождь, здесь дождь, и там дождь, и вы понимаете, что у вас данные за 10 лет, и дождь там всегда происходит в этом времени. Ну, например, в Москве и в феврале, вероятность 49%, что он все-таки будет. Ну, есть статистика. И, соответственно, любой активный аналитик, все-все-все для себя работал примерно вот так. Но! Почему искусство ведет сейчас так? Потому что обрабатывалось такое количество данных, и раньше можно было. Мы же, как гуманой, на мукулите, в студии к примеру, отправляли, все-таки прям хорошо пробовали, начали без компьютеров текущие мощности. Могли считать и раньше, потому что сейчас количество данных, оно превышает разновные пределы ни один из вас, ни один из людей. Вы не сможете просто, даже с гением тематики, не сможете просчитать ни одну модель. Например, приведу вам пример. Как работает вообще нейронная сеть? Вы приходите, например, на сайт продажный бизнес, и вы хотите найти девушку в Москве. Вы ходите, смотрите, на что делать. Вы стоите 5 лет и принимаете среднюю. Вот среднюю в том районе, в котором мы сейчас берется, ну, там, 20 лет. И вы это сделаете, как нейронная сеть. Но вы смотрели только район и там параметр этой комнаты. А машины нужно смотреть по соседям, есть ли рядом присутствующие, есть ли рядом белая красная, есть ли рядом медицина, есть ли рядом школа. Вот если бабушки, которые очень сильно будут вас ненавидеть по утрам. Например, я здесь с вами, бабушка, которая присутствует, это просто математический пример. Но смысл в том, что эти даты будут параллелированы с огромной частью. Но искусственность такой, искусственный интеллект, это математический и автоматизированный стат-анализ. В большинстве с вами не вещь. Есть все-таки сложные бюджетные сети, которые можно считать искусственным интеллектом в каком-то зародыше, но в основном это очень воспаленный стат-анализ, который просто с нашим споргаммированием и поэтому очень интересным, дешевым и эффективным. Те два слова, я не хочу понять, что такое ИИ, я вам очень рекомендую эту книгу, потому что все, что нашел построен в Солнце Интернет, придумал Алан Тюринг во время войны. Я до сих пор не понимаю, как я эту книгу читал, я их читал на много раз, я не понимаю, как оно в среде прошлого века, эти вещи просто в голове представят. Но в сухом осадке все компьютеры построены на трех колоннах, которые придумал Тюринг. Что есть система, которая есть извод данных, куда можно что-то сбросить, есть процессы, которые что-то можно с этим посчитать, есть, ну, как это куда-то выводят. Ничего другого компьютер делать не может. И в сухом осадке построены таким же призом. Никакого ничего нового не предыдущего. Ну, в каждой сервисе модели, вопрос, есть данные, это первый акцион, вы что-то знаете, ну, приз, непонятно что. После признаки вы просто знаете, что вот эта конкретная машина, это конкретно ауди, конкретно белая, конкретно какого-то кода или битра. Если у вас это размечено, то если это не размечено, ценных тоже есть, она сильно меньше. Есть, безусловно, самое простое, это алгоритмы. И тут многие не понимают, опять же, одной простой вещи. Большинство алгоритмов, они известны. В общем, в случае, пожалуйста, учите математику, они доступны. Ничего в этом нету, секретного. Единственная компания, у кого есть что-то, что никто не знает, что тут происходит, это губы. Вот что у них происходит, по сожалению, искусственного интеллекта и математики, конкретно, это действительно загадка. Многие понимают, свои алгоритмы, они ничего не дают, но, в основном, матца общества и люди, которые работают в ВИИ, это честно, все выкладывают. Это подозрение, что, если честно, не так плавно. То есть модели строить не сложно, и это не самая большая ценность. В сухом остатке, любая работа искусственного интеллекта, она работает примерно вот так. Очень много узнанок и какой-то подиум дают. Ничего такого фантастического нет. И я уже решил немного задоставить, задать, как это вообще применяется, может быть, вам поможет, может быть, спровоцировать вопросы, на которые я, к чему, честно отвечу, поэтому задавайте. Постоянное дотестирование. Придели два парня с Гугла, достаточно давно, они пришли с инновацией крупного компания, и сказали, у нас это клевая идея. И пошли, что сказали, что это не основной бизнес, не понимает, что идет. Это то же самое, что с Андроидом. Там чудо, что Гугл признал Андроид, и теперь это доминирующая платформа. И вот, например, они пришли с нами, делали весь такой проект, когда я поднимаюсь веком, они просто из Гугла Усты его делали, и теперь у них много последовательностей, последователей и конкурентов, и они окончиливаются вместе с миллиардом долларов, просто потому, что они делают. Они просто вылетевают гипотезы. И как это работает? Представьте, что у вас есть, я имею в виду компанию, с которой я не делаю, что я сталкивалась. Вы пришли в компанию. И хотите этой компанией делать сайт. И собрали бы 10 человек в аудитории. Хотя, честно, 10. Даже с печью я уже не работаю. Даже с тремя уже пришло. Представьте, что сидят все многородные доны, как из Трубасских, и каждый эксперт. И вы говорите, сделай сайт. У вас будет 10 дней, все перед, чтобы потом перестал, и никто не придет в консенсус. Потому что кто-то скажет, кто-то здесь легкий, кто-то скажет, что картина должна быть такая, это просто, что должна быть тут. Кто-то скажет, что у нас должен быть тех, что-то должно быть только картины. И в итоге это просто беспрецедентный троллинг на несколько месяцев. И в итоге есть такой-то сайт, как как-то работает. Все сейчас будет. А по факту, по факту, как его аналистировали, в систему загружаются все варианты подложки, все варианты кнопочек, все варианты корзин, все варианты того, что может быть изучено на сайте, и дальше он управляет за огромный факт. И каждый человек не видит один и тот же сайт. Каждый сайт, каждый вход генерируется у него. Может быть, корзина в одном месте, потом в другом, там почти синий, а потом красный, где-то женщина, где-то мужчина. И все равно остается, через такое время, есть статистика, которая говорит, нам все равно с людей, как вы будете выглядеть, выглядит сайт, но если вы будете выглядеть вот так, вот конкретно вот так, пример возрастет, по сравнению с тем, что вы сделали, на 228%. Это реальный кейс, конкретный, он наносит. Просто вы будете прикидывать и варить, что вы думаете. Машина статистически сказала, вот так. Причем, наверное, пользуется, и не только для того, чтобы размещать правильно корзину, но в целом такой спрос. Те, кто сталкивается с этим постоянно, просто презентация она для всех, некоторым надо и это объяснить. Есть такая патрица термоза. То есть взять карты, люди кликают у вас на сайте, что, куда, почему. И если вы это настроили и сделали, вот сейчас уже можно оптимизировать монтаж завтра, послезавтра и так далее. Понятно, что, естественно, это используется в мобильных приложениях, потому что польза от этого очевидна. Если вы это не используете, у вас прибыль А, а если используете, у вас прибыль А, что он может дальше только пока фантазия и вам помочь. Весь, не зря, это очень плохо. Но здесь, все-таки, интересный пример. Кто знает, что только Кайпер-друг? Должны все знают. Плохо, кто не знает, кто не знает, что только Кайпер-друг, и вещество есть. Это, в сухом остатке, высокоскористной транспорт построенный на вакуумной трубке, как с фатурами. Такое смысл в том, что при помощи Кайпер-друга можно от Москвы до Питера, но если привезет, поехать за час, как прийти там за полтора. И, интересно здесь другое. И это предложил он для того, чтобы сказать, что вы дети правы. Транспорт. Я говорил про то, что азотестирование применено в любой индустрии. Как только лицензия, по-моему, данные, Google Virgin, то есть личный процент, как только они купили, они, прежде чем закладывать вот одну гайку для этого проекта, прежде чем, у меня один доллар, евро потратить, они сделали азотестирование. Сделали сами, стартуют капитализм на этой технологии. И сказали, ребята, куда вы будете ездить? Вот завтра вы будете строить как продукт, куда поделите? И все люди помогли сначала эксперты в вопрос. Эксперты сказали, ну конечно же, из Лондона в Университете. Это же все столицы, вообще не нужно, чтобы вам строить, не на этот раз. Разделают новости, вы видите слово Лондон, в Университете. Вы видите, вы видите, не какой у них из Лондона, а у них спрос в других местах, в коммерческих. И как бы это безумно не звучало, это факт. И деньги, ну, они распределяются, соответственно, так, как и нарисованы. И когда они строят, они строят не то, что мы думаем, что, ну, наверное, будет так, а не знаем точно, что модель сойдет. И если вы что делаете, например, трубы, транспорт, логистика, иконекс, неважно, везде это все применимо. Причем применяется сейчас, например, я хочу знать, что ЛТС делает, я понимаю, что делают все, но мы ТЭС точно знаем, что, например, у них есть данные, которые используют для планирования последующей сотовой базовой станции, чем стоят каждый день, и их нельзя просто везде поставить. И у каждой базовой станции, естественно, есть КПД, она может пропускать много трафика, мало трафика, эффективного трафика, малоэффективного трафика. Бывает, что очень много людей используют, а зарабатывают на этом люди. Разные вещи, свыше сейчас интернет вещей платится, неизвестно вообще, как человеку предсказать, где поставить стандартные сдачи. Так вот, вот на этой трафике сверху показаны конкретные места, где можно поставить базовую станцию, и она будет максимально эффективной, экономия космическая. Плюс, естественно, они понимают, что если создадут ретергию, продажи синимок, продажи сервисов, продажи телефонов, неважно чего, роботы, нужно понимать, что их надо располагать только там, где люди что-то покупать. Соответственно, их данные достаточно, потому что они частично понимают транзакции, но все равно там что-то есть. Они могут сказать, что конкретно на дуке ежедневное метро люди очень купят, уходят, хорошим пример применения адапестирования к биггату, все из вас прилетают на самолетах, международные рейсы, хоть хотя бы иногда, вы понимаете, что первая штука это купить и синимку местную. Это и раньше было понятно, что это очевидно, человек пришел, он хочет заплатить здоровье, но только, когда начать делать протестирование и строить интересные тарифы, выяснилось, что люди, покупая в аэропорту, значит, надо начать продажи там, и даже делать специальные тарифы. Хорошее же применение. В принципе, если тебе нужно, говорю, обращайтесь, не проблема, есть масса способов визуализировать инфраструктуру, и обозначить, и четко сказать, что аутистику и подготовить на киптиве, а аутистику не киптиве. И вообще, масса ответа на вопросов можно сделать при помощи правильного отношения к визуализации знаков, то есть положению не так. Например, опять же, простите, что вам фамилируется, потому что вам интересно будет. Вы можете прогнозировать все из другого фонда, и опять же, не тыкая пальцем в небо, вы физически закладываете сколько может стоить принципы дома таких параметров, и все в принципе может считаться автоматически, и вы можете использовать это, хотите, торгуйте недвижимость, хотите, вкладывайте с продажа, хотите, вы можете связать, например, конкретного подрядчика, с его успехом на рынке, воровал он, не воровал, достраивал, не достраивал, были продажи, не было продаст, были ли там, системические проблемы, где он возрушился, или не было, и можно сказать, что этот квартир стоит только, а вот этот не будет стоить только, и не потому что человек сказал, или реалка вас убедил, а просто вам машина существовала, и с этой реалкой, если здесь один вещь, перспективе наращая прописка, сколько будет в архиве многих людей, не нужен какой-нибудь террореческий конкретный человек, у компьютерного человека, у Сбера, опять же, они начали продавать свои данные транзакции, это на них, слава богу, волосит, как бы, цепь вопроса снять, в принципе, они понимают, что вот здесь, например, показано, насколько людей очень вкусно и вы знаете, где ставить точку, где ставить цветок, где не ставить цветок, не надо гадать, надо просто делать то, что работает, и в принципе, это понятно. И еще один забавный тренд, это, не знаю, это связано с тем, кто у нас на выставке, я заглянул, что люди в целом, особенно в поколении, я не дайте сорвать, те, кто у нас меньше 20, но есть странные, странные смеси, между абсолютным общением, то есть полной подключенным ко всем друзьям одновременно, и абсолютной целью без полной изоляции. Причем это есть всякий вопрос, то есть, есть тренд на то, что вы связали на веру, настолько много информации притекает, что хочется иногда остаться одному. Я, например, сталкиваюсь, я часто летаю, очень часто. Есть капсулные отели, которые объединяют как абсолютный эталон. То есть, ты приезжаешь в стандартную комнату, очень чисто, очень быстро, это не лично одного одного человека, они тебе не нужны. захотелось что-нибудь купить, единовый пиво, нажал на кнопку, приехал и динамитый. Все, как семи гостей из будущего, это уже более дешевый вариант. Но суть в том, что все объектные инфраструктуры, включая отели, они тоже составлены для формальности и предлагают профессиональные сервисы. Потом иная реальность, то есть, очевидный большой потенциал, она не работает и еще не значит, не будет работать, потому что, как это заменчение. Она имеется на инфоинде, то есть на своем смартфоне. А это означает, что нам нужно быстро выливать его батарейку, а самое главное, работа, то есть, что он устройств. Кстати, мы придумали, не могу здесь немножко не пропиарить, придумали технологию стрелинга, например, то, что Google сделал со стадией. Можно в виртуальную реальность, второе, дополненную реальность разворачивать у телефон-оператора, а вы стрелить даже в любую устройство, не важно, хоть в проузере, хоть на стену, не важно, будет работать. Просто потому, что мы очень видим, что нет ничего, что будет не происходить в области. В том числе, такие вещи. А это создает добавочную сторону здесь и сейчас. Например, можете прийти в «Грега», в любом магазине, но они практически в неделю не зрели, по-моему, пилот уже вошел, вы берете конструкцию, по-моему, а ребенок.